Что слушают на админгранице с Крымом? Московское время 14 часов. Что смотрят? Все, все каналы российские. Звезда, пятый канал. Каким медиа доверяют? И в российском есть правда чуть-чуть всегда. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте в эфире Радио России. Я живу в России! А мы слышим это в Украине, на административной границе с Крымом. На какие волны настроены радио и телевизоры жителей Херсонской области? Проверим. Село Чекрак – одно из ближайших к полуострову. В феврале 2014 года сюда даже заезжала российская техника. В местном магазине – национальные флаги с подписями украинских военных. Это наши солдатики, которые в 2014 году заехали. Многих из них, как нам сказали, уже нет. Осознавать это мучительно. Призывы покупать отечественное. И телевизор, который показывают украинские каналы. Интер, говорю сразу, Интер не смотрим. У нас есть свое. 1+,1, ТЭД, 2+,2, Киев, СТБ, Новый, ICTV. Здесь настоящий дискуссионный клуб. Говорят о жизни и новостях. У нас люди ходят не так скупиться в магазин, как поговорить. Приходят и говорят, у нас не магазин, а кабинет психологической разгрузки. Рассказывают, кто куда поехал, кто с работы приехал, кто хлеб подождать, кто что-то хочет рассказать, кто может чая хочет попить. Спасибо. Спасибо. В соседнем районе заходим в поселковый совет. Его секретарь рассказывает. На работе радио не слушают, телевидение не смотрят. Просим продемонстрировать. А что показывает ее домашний телевизор? Марина Владимировна, покупатели уже собрались. Россия. В основном украинские каналы. Но бывает, что часто перебивают российские. До границы километров 30-40. Оказывается, российские каналы теснят украинские даже в цифровом сигнале. У владельцев обычных антенн ситуация хуже. А таких в поселке большинство. Вот мы слышим от граждан, что в основном у них российские каналы. Едем дальше. В Александровке слушают российские радиостанции. Радио дома у нас не работает. То, что есть, работает с помехами. А вот если в машине едем, то там российское радио. Нашего что-то нет. В 20 километрах от админграницы с Крымом мы поймали две станции. Вот так работает радио Крымреали. А вот так радио Россия. 30 лет вырастить новых специалистов. И новых российских. И новых с трофком. Мы в Харлах. Это Херсонская область Украины. Здесь работает одно и то российское радио. Мужчина, у которого мы останавливаемся на ночлег, показывает нам, что у него на первых кнопках пульта. Что предпочитаете смотреть? А что смотрят соседи, Геннадий узнает по направлению их антенн. У соседа Геннадия спутниковая антенна. Анатолий смотрит и украинские, и российские каналы, мол, не верит никому, сравнивает новости и сам делает выводы. Вот такие. Россия распространяет сигнал с полуострова на юг Херсонской области, чтобы украинцы больше смотрели и слушали российское. Цель стратегическая — русифицировать украинцев на юге, уверяет нас медиаэксперт. Россия нужна или критическая масса украинцев, которая, а, не будет сопротивляться российскому вторжению и будет подавать патроны российским солдатам, а не украинским, б, которая бы голосовала за пророссийские политические силы в Украине, чтобы те реализовывали кремлевские планы украинскими руками. Российские вещатели перебивают украинских, потому что у них лучше оборудование. В надсовете по вопросам телевидения и радиовещания Украины объясняют, в Красноперекопске осталась более мощная вышка. Благодаря ее сигналу российский эфир принимают на юге Херсонской области. Новая украинская вышка на Чингаре эту часть области не покрывает. Вышка в Чаплынке старая и слабая, ее усилят. Уже проводятся работы по удлинению этой вышки с 92 до 130 метров. До марта 2018 года мы планируем реализовать этот проект. На юге Херсонской области мы получим радиочастоты. И с помощью вышки на Чаплынке закроем вопросы по теле и радиовещанию. В украинском надсовете заявляют, вскоре начнут глушить сигнал с полуострова. А пока Валентина из Чикарака принципиально не смотрит российское телевидение. А Ирина из Мирного сомневается, кому ее односельчане верят больше. На людей это влияет, и они верят. Я не могу ответить, кому они верят. У нас здесь никто не пройдет, чужих у нас нет и не будет.